Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! Вот так вот я спрятался тут за машиной, чтобы снять вам начало, потому что ветер сильный, а мы приехали на рыбалку. Такой погодой уже холодно, ветер сильный, а мы на рыбалке. Приехали еще пытаться ловить с Азанечкой Карпикова, с Русланом. Уже разлаживаемся потихоньку, спин я уже разложил, все палки в четыре поставил. Уже подкормили немного, в общем сейчас будем ставить снасти, заряжаться. Ну как-то так. Рыбалка сегодня по плану с ночевкой будет, так же будет очень холодно. Но я все буду снимать, а вы дальше смотрите, друзья. Находимся на реке Днестр. Вот, в районе 43-го километра, кому интересно. У нас уже очень сильно похолодало, и все-таки мы решили, так сказать, еще не закрыть карповый сезон, но еще будем пытаться ловить его. Карпика, сазанчика. В общем так. Все, давайте, ребят, не буду тянуть, заряжаем снасти, по насадке, все рассказываю, показываю. В общем, поехали. Так, ребят, по снастям все так же просто. Вот такие вот три снасти, три онлайна, просто груз с крючком, больше ничего. И один макушательчик поставлю, с какой-то макухой. Сейчас выберу, покажу вам, в общем. По насадке у нас горох, вот я вот только что подогрел его на горелочке. И гранула. Вот такая вот гранула, решил попробовать на нее тоже. Говорили, что работает, но будем пробовать, в общем. Вот, на дно снасть поставлю чисто горох, без гранулы. Прям чистый, две горошины. Вот так вот, раз. И вот так вот, два, охлопнул горох. Меняем. Вот так вот, две горошины. И все, теперь идем забрасывать. А на вторую, друзья, удочку возьмем, наденем гранулу одну. Вот так вот, на цевье. Подальше, а что так вот. И так же, две горошины. Получается вот так вот. Вот, смотрите, поближе вам. Гранул на цевье и две горошины. И все, идем забрасывать. Вот, зарядил макушатник, поставил вот такую макуху с гейзером, сливовую. А на крючке две горошины и гранула. Снасти в воде. Получается, первая удочка у нас макушатник с гранул. Вторая просто горох. Третья горох с гранулой. Четвертая, последняя просто горох. В общем так. А, там одном от вилы кинули. Ребят, ветер очень сильный дует. Я буду разворачиваться, чтобы вам говорить. Задувает прям, наверное. Ну, все, сильно много говорить не буду, потому что и холодный ветер дует. Вам это не очень сотрять. Будем ждать первую поклевку. Если она вообще будет, конечно. Но я думаю, будет. Все, сейчас закормим немножко. Пару ракет бросим. Будем ждать. Пока так. Все, ребят. Включусь чуть позже. Так, по прикормке. У нас просто чистый горох, без ничего. Дома сами сварили. И сейчас бросим ракет пять. Вот таких больших. И все. Много кормить сразу не будем. Будем потихоньку давать. Перед нами стали рыбаки. Они вообще не кормили. Поэтому мы сейчас будем кормить, кормить, кормить до ночи. А ночью будем чисто по две ракеты подбрасывать. И на утро, я думаю, у нас будет хорошая рыбалочка. В общем, посмотрим, что выйдет. Вставайтесь, смотрите. А сейчас кормим. Так, друзья. Сейчас мы перекусим с Русланом. И будем сидеть ждать. Пока поклевок не было. Я вот уже разложил один фидер. Буду именно на фидер ловить. Замешаю прикормку. Ну, что делать, если будет молчать? Чего бы карасика там не половить? Ой, ветер сильно дует. Все, выключаюсь. Так, друзья. Первая рыба. Вот, народ, ты первая рыбешка. Небольшая. Фу, спустя столько времени. Такой маленький карпик клюнул. Наконец-то. Ну, это уже означает, что мы все правильно делаем. Да? Сейчас будем перезабрасывать, кормить дальше. Ну, а такого карапуза отпускаем, конечно же, сразу. Давайте. Поплыл. Вот, народ, еще одного карпика поймал. Руслан. Такого с полкилограмма. Небольшой. Не, ну, отлично. Поздравляю, спочин. Да. Там мужик на лодке опять тянет карпика. Уже второго я замечаю. Ну, ничего. Мы тоже ловим. Сейчас будет еще лучше ловиться. Ветер уже, так сказать. О, смотрите. Такой карпундель. Ну, красавец. Отлично. О, поплыл, дружочек. Да, друзья. Ночная поклевка. Уф-ху. Уф-ху. А, вон он. Угу. Давай, давай, карпик. Уф-ху. Есть, первый. Наконец-то распочинились, Руслан. Уф, вот, ребята. На мой кушатник. Вот такой сазаневич. Не, ну, красота. Прождали мы его целый день. У Руслана еще была поклевка. Сход был. И вот взяли, наконец-то. Вот макушатник, гороховая макуха. И горох на крючке. И такой сазан. Не, ну, наконец-то распочинились. Красавчик. Ну, такой килошка. Кило двести. Вот, друзья, ночной карасик. На фидерок. Поклевывает немножко. На опарыша. Сижу и ловлю такого карасика. Два леща проскочила. Таких неплохих. А сейчас. А сейчас в основном карасик поклевывает. Сижу, я смотрю видосики. Ну, что, время у нас только... Сейчас вам скажу. Время у нас только 9 часов. 10 минут. Десятого. Еще часика. Два посижу. Буду идти спать. Ветра нету, еще тишина. Только течение сильно, вот этот плохо. Мусор несет сильный. И все. Ну, а так класс. Хоть карасик поклевывает. На садке вот опарыш. Белый и красный. Красный червячок. И прикормка. Прикормка я замешал. Черный чеснок. Вместе с горохом. Неплохо получилось. Отклюнул на опарыша чистого. Да видите, я даже перчатки одел. Ну, то прохладненько так-то. Ну, и ничего. Ловить, в принципе, можно. Так, будет следующая поклевка. Включусь. Друзья, тут поклевка. А точнее, не поклевка. Я доставал. Перезабрасывать. Тут рыба сидит. Оказывается. И весело получается. Да, она просто есть. А точнее, понял. Мы еще не до конца. Сопротивляется как сильно. Блин, вам так плохо видно. Вот он. Ночной зверь. Есть. Я его взял, ребята. Еще одного карпика. Ночью удалось поймать. Сама он уже сидел. Молчал. Вот. Плохой сазанчик. Так. Оп. Есть, друзья. Есть рыба. Так, что с ней делать. Потому что подсак аж там. Идем за подсаком. Оба. Шар в лузе. Проклюнул. Хе-хе-хе. Вот такой карпундель. Такой кабанчик. Ну супер, друзья. В садочке. Утром буду вам показывать всю рыбку. У нас ночная рыбалка в основном. Там проснулся. Тут прям поклевочка случилась. Недавно перезабросил. Подкормил. И вот карпундель. Сейчас было принять. Быстро. Есть. Красавец. Смотри, как идеально засекся. Прям вообще. Ляля. Прям чётенько. Вообще-то, потому что нормально ничего будет. Навстречу и шоу нормально пока. Да, смотри, хороший карпик. Эй-эй-эй, дружак. Ох. Вот на фоне Руслана. Такой карпик. Ну, поздравляю. Идем в садок. Доброе утро, дорогие друзья. Не обращайте внимания на мою голову. Кто-то звонит. Рассказываю, как прошла наша ночь. Ночь прошла просто отлично. Карпик ловился. В общем, в сложности поймали штат 5 штук. Ну, я поймал. И Руслана одного. И вот утро произошло то, что я не снял. Потому что я просто не успел. В общем, рассказываю. Я себе сплю в палатке. И в начало 5-го, что там в 10 минут 5-го, случается такая поклевка. Просто паровоз на эту удочку без остановки. Бейтранер, так сказать, свистит. Я выбегаю, боссы, по этим доскам, подсекаю. И чувствую, что хорошая рыба. Я ее вываживал где-то, ну, немного, конечно, потому что удочка недалеко была заброшена. И приподнял этого карпика. Он был на килограмм 5. В общем, я еще с ним немного повозился. Где-то тут, вот рядышком с берегом. Он уже всплыл полностью. Начал, так сказать, махать своей головой большой. И сошел прям тут. Вот такой вот обидный исход был, конечно. Хотелось его достать, чтобы вам показать утром, потому что я не снимал. Не успел камеру одеть. Сейчас спал в спальнике, закутался в палатке. И все. Ну, вот такое вот бывает. Сейчас уже рассвет. Вот такой красивенький. Буду ждать поклевочек. Руслан, кстати, уехал. На работу надо было. И я тут, получается, сам. Он оставил мне две удочки. Сейчас там три, и здесь три. И так довольно-таки неплохо. Ну, все, сейчас кормим. Кормлю, точнее, уже сам. И будем ждать поклевок. Думаю, они еще будут. Так что оставайтесь, ребят. И смотрите. Вот эта прическа, да? Красивая. Го просто всем. Вот такой вот сюрпризик плывет. Хоть успел все спинги повыматывать, сейчас бы стянуло их просто. Дерево плывет. Да, прикольно. Произошла долгожданная поклевка. После того обидного схода взял вот такого вот красавчика. Сейчас взвесим его. Ну, я думаю, где-то, наверное, два с половиной. Мне так кажется. Нам акушатник вообще взял. Я в шоке. До этого еще было две поклевки. Но жаль, что они холостые были. Вот, друзья, взвешиваем. Сколько же он весит? Ну, как я и сказал. 2,700. Вот, видите? 2,700. Вот, чистый вес. Без ничего. В общем, так. Наконец-то рыбка поймана. Перезабрасываемся и ждем следующую. Вот это сазан, друзья, да? Втулил такой красавелла. Лябота. Вот, карпик взял на такой макушатник. С двумя горошинами. Здесь какая-то макуха стоял. Даже не знаю, какая она еще с ночи стоит. Просто она ночью ставил, чтобы, так сказать, не пустой груз был. Хотя это совсем не обязательно. Ну, я ставил макуху, и вот рыбка. Я супер забрасываю. Кстати, заброс был недалекий. Вот это вот удивительно. Ну, в принципе, как и ночной, ночная пятерка. Жаль, что он сошел. Блин, я бы вам его показал. Ну, ладно. Что жалеть? Давайте. Надо еще одного поймать. Вот такой вот заброс. Недалеко совсем. Есть. Это уже не малек. Покрупнее будет. Поплыл вверх по течению. Вредный. Оп, 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 оп. Ну, не крупный так дергается. Оп, есть. Такой вот стандартный карпик. Стой, 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 дружок. Ты уже все. Вот. В итоге такой сезончик. Небольшой. Килограммчик. Максимум 1,2 кг. Вот так вот, ребята, прячусь от сильного ветра, чтобы поснимать еще для вас. Рассказать вам немного. Потому что на улице очень сильный ветер разыгрался. Прям капец. Ветер дует. Эту палатку сносило. Я ее быстро там прибиваю. По углам с двух сторон прибил, чтобы я не унесло. Кресло быстро сюда закинул. И все. Вроде держится на месте. Ну, то поначалу ее разладывал. Она прям улетала. Ну. Что могу сказать. Рыбка сейчас перестала ловиться. Ну, проклевывает. Но очень много мелкого карпа. Прям очень-очень много. И да. Это, скорее всего, перестало клевать. Это вот этот ветер поднялся. Погода испортилась. Течение очень сильное. Мои 130 грамм сносило. То даже сбоку сидел один мужик. Он кидал 180 и все равно сносит. Так что. Вот такая вот ситуация. Волна поднялась. О, сдувает, сдувает, сдувает палатку. Смотрите, что делать. Сейчас у нас сколько? Почти два. Он приедет в пол третьего. Где-то так. И будем закругляться. Лове вам покажу. Но, правда, извините, без звука. Просто рыбу покажу. Что поймал. Что-то отпустим. Все, друзья. Вот так я заканчиваю наше видео. Прячусь за машиной. Потому что ветер очень сильно задувает в камеру. Вам, наверное, все очень плохо слышно. Ну, все. Рыбалка получилась, как по мне, неплохая. Надеюсь, вам понравилось. А по этому поводу пишите комментарии. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Пишем комментарии. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok